Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Нужен совет, как вернуть гармонию в отношениях. Ну, во-первых, психологи советов не дают, во-вторых, гармония в отношениях только когда каждый из партнеров находится в гармонии. Вот, соответственно, вам нужно обрести внутреннюю гармонию. Вы обозначили несколько проблем, ну, вот, еще на какие-то. Я постараюсь обратить внимание, вот, решение этих проблем приведет к тому, что вы обретете гармонию. И, соответственно, принесете вот эту гармонию в отношениях. Я встречаюсь полтора года с мужчиной, это были лучшие отношения в моей жизни. Смотрите, вы говорите, что встречаетесь с мужчиной. Не совсем понятно, что между вами общего и что вас объединяет, что вас связывает, что составляет фундамент отношений, что это такое. Это какие-то общие интересы, это какой-то общий опыт, какие-то общие переживания, какие-то увлечения, что. Дальше. Вы говорите, что это лучшие отношения. Если человек говорит, что у него лучшие отношения в его жизни, это говорит о том, что он в этих отношениях чувствует себя лучшим образом. Это означает, что вы привязаны в этих отношениях, как бы, находитесь в зависимости от своего состояния с кем-то. То есть, на то, как вы себя ощущаете, влияет то, с кем вы взаимодействуете. Это говорит о том, что вы не имеете опоры на себя. Это говорит о том, что вы в основном стараетесь опереться на другого человека. Другой человек как бы определяет вас. Через шесть месяцев он сделал мне предложение. Я ответил, да. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, это может быть и хорошо, то, что он сделал вам предложение. Но хотелось бы понимать, какое значение человек вкладывает в это предложение. То есть, что оно значит для него и что значит для вас. Но замуж не спешил, а мы иногда ссорились. Я стал ревнивый, он начал меняться. Вы сказали, да, но замуж не спешил. Чем вы руководствовались? Вы пишите, мы иногда ссорились. Нет никаких мы. Есть вы, и он. И с точки зрения ответственности было бы честнее сказать, что я обращалась с определенными своими чувствами, с определенными своими реакциями так, что это приводило к конфликту. То есть, я ссорился. Ну, нужно понять причины. Понять ваш вклад в ссору. Нужно понять те чувства, которые стоят за всем этим. Дальше. Вы пишите, я стал ревнивым. Вы не могли стать ревнивым. Вы были всегда ревнивым. Ревность – это неуверенность в себе. Это желание обладать человеком. Это желание защитить себя. Это желание быть единственным для человека. Это желание, чтобы человек подкреплял вашу ценность. Но все это означает, что вы себя сами обесцениваете. Вы не чувствуете своей ценности. Желание обладать человеком связано с определенными потребностями. Об этих потребностях нужно прямо говорить, прямо их выражать, не маскировать. Чтобы понимать, может человек их удовлетворить или нет. Я не чувствовал заботы, как раньше. Вы и не могли чувствовать заботу. Понимаете? Для вас определенное отношение человека к вам – это показатель того, что вы для него значите. Как я и сказал, в свою очередь, это означает, что вы сами свои значимости не чувствуете. Со временем он перестал говорить о свадьбе и о детях совместно. Я начинаю еще больше быть недовольным, потому что хотелось, чтобы все было как раньше. Потому что вот это вот тяготение к тому, чтобы все было как раньше – это тоже про вашу ценность, которую вы не чувствуете. Ну и про страх. Вообще, я думаю, что здесь как будто бы есть тенденция к слиянию. Есть такой механизм психологический. А слияние, вот, вы его изучите самостоятельно. Я не буду здесь о нем говорить. Мы запланировали совместное путешествие, после отдыха планировали, что я к нему перееду. Ну вот, понимаете, как-то это странно немного звучит. Мы запланировали путешествие и после отдыха планировали, что я к нему перееду. То есть, вот, вызывает вопрос, вот этот переход от «мы» к «я», от «я» к «мы». Да. То есть, кто мы планировали путешествие, как это происходит, мы планировали. Да. Отдых пошел не по плану, ссорились много. Опять же, ссора – это психологическая игра. Ссора призвана защитить человека от определенных переживаний. В частности, в частности, ссора возникает, когда люди боятся эмоциональной близости, а иногда и интимной. Ссора возникает, когда люди не умеют выражать свои чувства, боятся, не говорят о них прямо, сдерживают. Вот, эти вещи хотя бы с вашей стороны нужно корректировать. Тогда ссор будет меньше. Месяц назад он написал мне, что ему нужно побыть одному и принять решение. А при этом он мне звонил, писал много раз в день. Говорил, что любит эта пауза, не знаю, как перезагрузка. Ну, тут ничего нельзя сказать, это вы говорите про него. Вот, психологи не будут обсуждать с вами, для этих лиц. Я ему дала неделю. Через неделю он приехал и сказал, что поженимся, когда я скажу. И ребенку он хочет. А что значит вы ему дали неделю? Это тоже какая-то манипуляция, какой-то ультиматум. Дальше вы говорите, значит, поженимся, когда я скажу, что ребенку он хочет. То есть такое ощущение, что вам не сам человек важен, а свадьба с ним и ребенок. Вот. Ну, это есть ощущение, что вы вот пытаетесь себя как бы защитить. Таким образом, пытаетесь обрести стабильность. Вот. Только за счет другого человека и за счет ребенка. Потом опять ссора возникла. Я собрал вещи, ушла и заблокировала его везде, чтобы он действительно побыл один. Вы, ну, опять же, здесь как будто бы с одной стороны вы манипулируете, да. С другой стороны, вот вы говорите, что возникла ссора. А из-за чего она возникла? Ну, буквально, буквально. Причина ссоры, причина ссоры в чем? Какая? Вот. То, что вы его заблокировали, чтобы он действительно побыл один, выглядит как то, что вот я тебя уйду, ты поймешь, как тебе без меня плохо. Вот. А я тебя заблокирую, чтобы ты понял, как, ну, как я тебе важна. То есть, это все история про подкрепление вашей ценности. Только через манипулирование, через косвенные, перверсивные модели поведения. Через неделю он приехал ко мне, просил снять блокировку, привез кольцо, которое дарил мне. Сказал, я сказал, что разблокирую его, когда он определится, и скажет мне четко наш план. Вот. Смотрите, вас не смущает то, что он должен сказать вам четко ваш план. Это я уж не говорю о том, что в отношениях что-либо планировать не очень хорошая идея. Потому что таким образом исчезает искренность, исчезает импульсивность, исчезает пары, исчезают чувства. Отношения становятся кристаллизированы. То есть, вы требуете от человека буквально вас определить. Я спрашивал у него, у него что не так, что мне изменить, чтобы он относился ко мне как раньше. А это не обязательно возможно. Вопросом, для чего это вам, но это не обязательно возможно. Почему вам так важны его отношения. И как раньше надо, то есть, опять же, вам не сложнее не то, как вы к нему относитесь, а то, как он к вам относится. Отсюда все ваши проблемы. Так вот, дело здесь не в том, что вам надо меняться. Дело в том, что люди, в принципе, в течение времени меняют свое отношение. Нельзя относиться к человеку вот так, как в начале знакомства и спустя там 5 лет. Это нормально, что отношения меняются. Но вопрос в том, что вас это пугает. То есть, дело вступает в ваши страхи. Он говорит, что я идеальная, проблема в нем. Я знаю, что я не идеальная, потому что ревновала и ссорилась. Ну, так может быть с этим работать. Но, вообще-то говоря, и ревность, и то, что вы ссорились, не являются проблемой. Проблемой являются те чувства, которые за этим стоят. И то, как вы обращаетесь с ними. Ну, с этими чувствами. Ну, это от неуверенности в будущем. Он, значит, он иностранец, и общаться непросто. Посмотрите. Неуверенность в будущем. Это от вашего неумения быть здесь и сейчас. Я думаю, что психолог может вас научить этому. И неуверенность в будущем станет меньше. Это первое. Второе. Если вы рисуете какие-то негативные картинки будущего, то вы подавляете в себе злость. Ее тоже нужно выражать, ну, конструктивно. И последнее. Это то, что вот почему-то вы приходите к тому, что человек должен за вас как бы взять ответственность за ваше будущее. Ну, за свое будущее все эти ответственности вы сами. Вы его определяете. Из-за того, что вы здесь не самостоятельны, тут тоже проблема. так, сейчас сейчас очень скучаю по нему. А вот то, что вы скучаете по нему, как вы говорите. Ну, как это проявляется? Буквально. то есть, чего вам не хватает? Да? Какую направленность имеет ваша скука? Вот. Благородку не снимаю. Почему? Он сказал до скорого вернется. Но я хочу обрести гармонию и создать семью. Гармония не подразумевает создание семьи. Семья является следствием гармонии. Для чего вам создать семью? Понимаете, семья и ребенок становятся важными для человека, когда человек ощущает определенную зрелость, определенный избыток в себе. А у вас не избыток, у вас дефицит. Вы надеетесь, что семья решит ваши проблемы, защитит вас, даст вам то, чего не хватает, но это не так. Значит, все, как мы хотели вместе раньше. Опять же, вы цепляете за то, что было раньше. Игнорируйте тот опыт, который получили вы и он в отношениях. А самое главное, игнорируйте себя. Да, вы хотите, хотели и хотите, может быть, семью и ребенка. Но вопрос в том, что стоит за этой формой желания. Это только форма желания. А сама потребность, какая, в чем, ее можно удовлетворить по-другому, по-разному. как выйти из этой паузы. Не очень понятно, что вы имеете в виду. Вот. Ну, наверное, было бы неплохо сначала возобновить общение и вообще обратиться к тому, что между вами общего. Чтобы общение стало непринужденным, таким свободным, легким и так далее. Для этого, да, нужна гармония. Вам нужна гармония. Но только вам само собой. Я бы снимал блокировку, нахожусь, чтобы он действительно побыл без меня и понял, значит, ну, свои чувства перечислены. А зачем? Ну, то есть, вот зачем вам, чтобы он был один? А зачем вам, чтобы он понял свои чувства? Это же история про нужность. Это история про то, что вы хотите, чтобы он понял, что вы ему нужны. Это так не работает. Понимаете? То, что вы хотите, чтобы он был, чтобы вы были ему нужны, говорит о том, что вы не очень нужны себе. Что вы себя обесцениваете? Говорит всегда, что любит, но просит не давить на него. Ну, а кому нравится, когда на него давят? а к чему вот вы возраст указали? Его и свой? Для чего? Я думаю, что необходимо также учитывать еще и особенности нации человека. Вот, я не уверен, что вы в курсе этих особенностей. я рекомендую вам изучить. Здесь я говорить об этом не буду. Вот, но у разных национальностей разные представления о отношениях, о том, как они протекают, как они развиваются, разные представления о семье, о детях и так далее. И в частности ну вот что называется многие национальности не торопятся выходить выходить в сферу семьи. То есть жениться и так далее. Многие это делают очень плотно. Ну просто, просто не торопятся. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Всего самого Всего доброго. Продолжение следует...